итак я вам сегодня покажу и расскажу как я делала вот такой вот цветок орхидеи называется венеры башмачок может немножко конечно не такой как настоящий цветок но тем не менее очень красивый и интересный кому интересно оставайтесь со мной на канале ставьте лайки подписывайтесь будем начинать делать вот такую вот орхидею венеры башмачок для этого нам надо как всегда сначала сделать образцы нарисовать лекала я уже приготовилась нарисовала нужны нам вот такие будут три лепесточка на в орхидеи у нас будет лепесточком немного начинаем рисовать основную беленькую беленький лепесточек высота такого лепесточка 8 сантиметров ширина внизу 4 сантиметра и ширина всего лепесточка 8 сантиметров все это закругляем и получается у нас вот такой вот лепесточек берем следующий лепесток здесь надо быть внимательным потому что такой лепесточек есть и левый и правый высота такого лепесточка 11 с половиной сантиметров внизу получается один сантиметр с одной стороны ширина лепесточка получается два с половиной сантиметра с другой стороны получается три с половиной сантиметра и получается у нас одна сторона, когда мы перегибаем лепесточек, получается шире, одна уже. Вот она. Одна шире, одна уже. Он будет как левым, так и правым. Или наоборот. Левый, правый. И вот такой вот еще один лепесточек. Вот он. Вот такие вот лепесточки. Высота такого лепесточка 11,5 сантиметров. Ширина с одной стороны получается 2,5 сантиметра. Вот он такой. Тоже и левый, и правый. Вырезаем и на левую сторону, и на правую сторону. Вот они. Такие лепесточки. Откладываем пока. Нам нужна в первую очередь. Нам нужно вот такое вот донышко. Донышко от бутылки. Бутылки Маунти Вилл. Я уже делала. Здесь я немножко подпилила, разрезала. И мы его теперь будем разрезать, вырезать как бы два два вот таких лепесточка. Две секции, две пяточки. Или как-то там так можно назвать, как сказать. Тяжело, конечно, вырезать. Я где-то подпиливала ножичком, пилочкой. Сейчас подпилю и будем продолжать. И еще надо вырезать вот такую вот одну пяточку. Вот тоже я начала подпиливать, показывать. вот нам нужна еще одна вот такая пяточка. Таких пяточек нам надо две целых и такая пяточка нужна нам одна. И так я вырезала вот такой вот такие две пяточки. Вот такие вот пяточку одну. Здесь эту пяточку я обрезала хорошо. Вот там вот это вот самое жесткое я его обрезала. Подровняла немножко. вот так вот ее, чтобы она ровненькая была. Вот так вот. И вот такая вот получилась пяточка. Здесь тоже ровненько подравниваем. Вот так. И здесь все тоже подровняли. Самое трудное это было вырезать. Все остальное уже пойдет легко. И я беру вот это вот затачиваю и счищаю на наждачной бумаге. Зачищаю. делаем делаем аккуратненько. Еще может где-то надо подрезать, подровнять. В общем, делаем красиво, чтобы здесь было подрезать. Вот так вот. Эту тоже немножечко здесь зачистим. все больше не будем. Так получилось. Мы зачистили все здесь. Теперь нам надо вот эту часть согнуть. Будем греть на свечке. Итак, прогреваем на свечке. Пассатижи у нас должны быть под рукой. сейчас прогреем. Еще не прогрелась. Так, прогрелась. И теперь сворачиваем. И сворачиваем. теперь здесь немножко еще прогреем. И берем пассатижи и как бы как выворачиваем. Делаем как платформочку такую. вот сделали как платформочку. Сейчас подравняем немножечко так вот, чтобы было со всех сторон ровненько. И вот такая вот получилась у нас деталька. Вот такая теперь берем и вырезаем связаем вот эти вот уголочки вот так как закругливаем немножко. Отлично. Вот так вот получилась деталь. теперь берем губу вот нижнюю я так ее называю. Нам надо будет делать вот так вот. Берем посерединке разрезаем немножко. Срезаем тоже вот этот вот уголочек вот так и с другой стороны срезаем уголочек и получается вот так вот получаются такие две детальки. Сейчас я буду обходить вот здесь вот немножко на огне и здесь и только вот здесь и здесь обхожу на огне здесь и здесь все больше я не буду обходить и здесь немножко так раз и с другой стороны губа у нас готова вот она будет выглядеть вот так вот башмачук у нас готов можно так сказать это потом теперь нам надо вырезать детальки берем бутылку и прикладываем как раз получается у нас я две вырезала уже получается как раз деталька и вырезаем и вот у нас получилось такой вот лепесточек теперь нам надо вырезать левый и правый левый и правый чтобы они смотрелись вовнутрь я вырезала по бутылке так чтобы и левый смотрелся вот так и правый вот так вот смотрелся смотрели все вовнутрь так это у меня значит был левый теперь нам надо вырезать правый вырезаем правый лепесточек прикладываю и вырежу сейчас такой вот лепесточек еще один так и вот получились у меня лепесточки левый и правый откладываем теперь нам надо вырезать вот такие вот тоже два лепесточки левых и правых я вырезаю прикладываю вот так вот по бутылке один лепесточек вырезала вот он один получается вот так теперь нам надо вырезать другой так этот вот так вот сейчас вот а этот вот так вот вырезаем получается между собой подравняем вот они получаются выгнутые в разные стороны по длине левый и правый вот так вот они будут у нас эти лепесточки теперь нам надо вырезать я вырезаю самопроизвольно берем вот такой вот кусочек это будет серединка нашей губе вот так полукружочком вырезаю поменьше вот вырезаю вот такой вот еще такую вот еще деталь так и еще нам надо вырезать тоже еще одну деталь берем самопроизвольно вырезаем как маленький небольшой лепесточек если где-то чуточку побольше поменьше будет это не страшно вот такой вот как лепесточек лепесточек вот так теперь нам все это вот это вот все надо обойти на свечке и сделать вот такую вот махру берем свечечку и этот листочек мы будем проходить пять раз раз подравниваем немножко два сгибаем подравниваем три посрединке еще сбоку так и еще один разочек получился вот такой вот листочек теперь эти берем как немножко как подпаиваем эти будем подпаивать три раза с одной стороны три поворачиваем сначала так пропаиваем подпаиваем потом выворачиваем вот так вот пропаиваем потом вот так вот вот обходим все и опять здесь пропаяли и здесь и потом здесь так вот и дошли до конца так вот получился вот такой вот у нас листочек и это точно так же будем делать здесь раз здесь так вот немножко помогаем рукой надо одевать перчатку я не одела сразу как бы как помогаем рукой выворачиваем немножко пока горячая и проходим здесь дальше берем наши листочки тоже эти будем проходить раз два три четыре раза на значит тоже проходим так вот раз раз два три и четыре как бы как сгибаем их немножечко и проходим подравниваем получается вот так следующий тоже берем раз два три четыре четыре и проходим дальше на огне так видите мы подпаяли берем наш кружочек этот маленький тоже хорошенечко так его проходим так и берем листочек так и еще с этой стороны и так у нас наша орхидея готова к сбору будем собирать так будем собирать наш нашу наш башмачок смотрите в этом в этой детальке будем делать две дырочки прожигать горячим шилом две дырочки рядышком один и два в этой в этой детальке тоже две дырочки раз два и в этой тоже один и два так детальки готовы берем наши левые правые две детальки перегибаем тут немножечко для того чтобы они вот так вот у нас сошлись здесь на уголок вот так и тоже делаем две дырочки все вместе соединяем и делаем две дырочки здесь тоже делаем две дырочки берем наши лепесточки и немножко их вот здесь вот вот так вот как выравниваем получается вот так и этот как будто бы как выворачиваем в другую сторону такая наверно вывернула в одну и ту же сторону значит вот это вот будет вот так а это вот так вот вот и соединяем их здесь между собой как треугольничком таким широким треугольничком чтобы было красиво смотрелось и чтобы вот здесь вот нам можно было закрепить наши бабочки вот это вот я называю бабочками здесь мы тоже делаем два прокола шилом два прокола когда мы все это сделали это отдельно берем наш нашу пяточку и наш башмачок и соединяем их здесь вот так вот складываем складываем вот так вот мы их сложили и вот здесь вот на самом краешке аккуратненько тоненьким шилом тоненьким делаем один прокол ближе к краешку здесь и здесь выставляем так хорошенечко чтобы было все аккуратненько у нас тут и вот так делаем два прокола то есть один прокол прокалываем один прокалываем один раз вот эту вот пяточку и один раз здесь маленькие с краешку здесь и здесь мы их и для этого и обожгли чтобы было поплотнее вот эти вот краешки и они не выпадали и не рвались и не ломались и будет вот так сейчас я все это сделаю и дальше вам покажу и так я во всех наших детальках поделала вот такие вот дырочки везде по две дырочки и здесь и здесь и здесь делала маленькие-маленькие еле-еле заметные такие вот дырочки будем собирать башмачок берем проволочку тоненькую я взяла бисерную которую плетут бисер вставляем нашу дырочку маленькую в одну деталь и во вторую детальку и вставляем бусинку подтягиваем и теперь и теперь вставляем опять бусинку наши дырочки маленькие вставляем это тонкая работа такая она не тяжелая но очень тонкая такая работа надо попасть так вот она здесь вытащилась в общем надо зафиксировать я сейчас зафиксирую потом покажу и так я ставила башмачок наш сделала закрепила его здесь двумя бусинками и проволочкой и продолжаем делать дальше берем проволочку перегибаем ее и делаем в ней здесь как бы как квадратик небольшой такой вот чтобы наша бусинка была как раз посрединке этого вот этой вот квадратика вставляем в нее бусинку его как раз сюда на эту половинку вот так вот вот теперь вставляем нашу детальку вот эту вот небольшую вставляем подтягиваем вставляем теперь нашу еще такую вот детальку так вот чтобы она была закрученная к нам заворачивалась вставляем подтягиваем и получается вот так такая получается серединка смотрите вот такая серединка берем нашу наш башмачок вставляем в башмачок нашу серединку получается вот так вот берем теперь еще два листочка вставляем берем да забыла а здесь вот немножечко мы вот так вот чуточку вот это вот срежем вот это вот так вот немножко срежем здесь возьмем и вырежем вот так вот как уголочек такой вот вот так вот раз и с этой стороны и с этой стороны сошли у нас этого и с этой стороны вот так и вот эти вот хвостики немножко немножко обрежем с одной стороны и с другой стороны и здесь вот этот вот листочек мы как бы как затруглим немножко то был как кругленький вот так так вставляем наши вставляем чтоб крылышки были смотрели теперь сюда в обратную сторону от нас чтоб смотрели и вставляем нашу проволочку сюда теперь сюда получается вот так вставляем еще беленькую беленький лепесточек получается вот так получается вот такая у нас орхидея сзаду я вырезала вот такой вот пятачок сделала две дырочки в нем и тоже вставляем чтоб было вот так вот вот она у нас получилась наша орхидея хорошенько все подтягиваем прям хорошо подтягиваем как всегда я подтягиваю здесь перекручиваем фиксируем все и закручиваем уже нашу проволочку все наша орхидейка венеры башмачок готова теперь с этой стороны берем проволочку то есть ленточку вставляем под низ проволочки подтягиваем подтягиваем вытягиваем если она держится хорошо можно ее не фиксировать но я зафиксирую подтяну еще немножко здесь пассатижам и проволочку вот так вот и еще раз ее зафиксирую села хорошо но я зафиксирую и теперь я обкручиваю проволочку ленточка обкрутила и сейчас буду эту ленточку подпаивать на свечке и так я обпаиваю на свечке запаиваю я хорошо для того чтобы она лента не обкручивалась вокруг проволоки так я сделала три штучки больше я не буду делать три штучки сделала в удовольствие хотя я целый день сидела крутила этот один один цветочек венеры башмачок чтобы его правильно и красиво сделать чтобы принес удовольствие не то ко мне но и вам попробуйте очень красиво получается и интересно теперь нам сюда надо будет сделать еще листочки я решила сделать еще один бутончик что я сделала берем донышки от бутылок коричневой и зеленой с коричневой бутылки я вырезала вот такие два лепесточка зеленой бутылки я тоже вырезала вот такие два лепесточка согнула их здесь вырезала вот такую вот пяточку согнула и здесь вырезала вот так вот чтобы поснимала уголочки посрезала уголочки вырезала вот такой вот цветочек то есть лепесточек беленький прошлась на свечке и вот и кругляшок теперь я в каждой детальке в каждой поделаю по две дырочки это вот эта вот пяточка будет заходить у нас вот так вот вот сюда вот будет садиться вот так вот потом все это ой я буду сажать вот сюда коричневую коричневые цветочки и потом сзаду уже прицеплю и прикручу вот этот вот небольшой лепесточек и на конце я сделаю вот такой вот шарик вот вот эту вот кругляшечку все это я буду одевать на проволоку с бусинкой я поделала дырочки одела бусинку на проволочку и начинаем собирать сейчас посмотрим что получится собираем вместе с вами так сейчас подтянем немножко вот так вот так теперь зелененькую коричневую великую зелененькую вот так вот получилось вот такой вот не распустившийся бутон сейчас я затяну хорошо и скручу его еще и так я собрала одну веточку из цветочка и бутона бутон получился очень красивый шикарный мне понравится простенько так быстро раз-раз и похож очень на бутон вот такой вот получился бутончик собрала я веточку закрутила отпаяла сейчас я покажу как я это делала так берем проволочку берем ленточку вырезаем остряю я один кончик хвостик делаю остреньким вставляю сюда вот хвостик затягиваю фиксировать может и не нужно она плотненько так этот кончик сейчас обрежем чтобы он нам не мешал так обкручиваю немножко пока цветоножку так вот я уже их немножко согнула придала форму так вот и теперь подставляю проволочку и закручиваю уже вместе с проволочкой плотненько так вот хорошо хорошо закручиваю выпало видите проволочка вставляем и плотно плотно закручиваем и сейчас все это прокручу немножечко так вот так плотно закручиваем цветком даже подтягиваем немножко вот так вот вокруг проволочки и сейчас и сейчас все вот это вот я запаяю на свечке и вот я прохожу все это над свечкой оно видно как затягивается лента она затянута теперь подставляю еще один цветочек прокрутила надо еще чуть подальше вот так вот запаиваю я запаиваю очень сильно для того чтобы вот эта вот лента не прокручивалась вокруг проволоки не соскальзывала и не прокручивалась теперь я подставляю еще один цветочек сейчас подпаяю и покажу и так я вот подпаиваю уже до конца на свечке хорошо так плотненько она не обкручивается держится хорошо так как я люблю я не люблю когда она обкручивается и в руках потом ее не согнешь веточку сгибаешь и лента начинает спадать начинает обкручиваться в руках неприятно стоит она не держится я не могу так мне надо чтобы она была их стояла нах вот так вот все и так здесь я обрежу здесь я выгну разу нас сюда один был выгнут этот я могу выгнуть в обратную сторону цветочек вот так вот а этот вот так и вот получился еще один вот такой вот одна такая веточка и вот получились у меня венерыны башмачки теперь нам надо будет делать листочки заливать все это в ротбанд и делать листочки будем продолжать